И снова здравствуй зритель, сейчас будет обзор и про шея, которые я наконец-то купила. Вообще я хотела купить какой-нибудь один гелик или один шампунчик, ну шампунчик у меня есть, я хотела вообще лимитку, я даже не ожидала, что там лимитки еще будут, и там были маленькие лимитки, минки, и, слушайте, меня так хорошо встретили консультанты, мне вообще сегодня очень везло на консультантов, менеджеров, продавцов, все дофига везливые. В общем, карта моя снова живая, на ней 3 балла целых, мне выдали бумажку, не знаю, поеду я, конечно, в августе или нет, или в сентябре. Ну, в общем, вот такая бумажка с 19 августа по 8 сентября действует. Вот, премьера, моя новая коллекция ароматов, 3 аромата в подарок при покупке от 290 рублей. Розовый, цветочный, свежий, цитрусовый, салаткий, чувственный. Тут рис нуар, я так понимаю, у них возвращаются, ну, по крайней мере, выглядит так. Какие-то там водопады, горы и розы, наверное. Вот так она выглядит. Ну, и с другой стороны, для вашей красоты цены до 500 рублей на ваши любимые продукты. У нас тут 5 продуктов. Нежный крем для лица и тела, 125 миллилитров, 219 рублей. Изначальная цена 320. Да, он хороший, кстати, вот изначально практически мои любимые продукты. Ну, вот из этих любимых продуктов, из этих продуктов, пока только один я вижу любимый. Очищающий гель интенсивного увлажнения, 125 миллилитров, 399 рублей, изначальная цена 560. Мне этот гель пришёл в подарок с какого-то моего заказа и фрашена их сайте в начале года, кажется. Он у меня всё ещё стоит в западах. Даже не расфольгированный, он в слюде такой слегка. Экспресс-средство для снятия макияжа с глада 200 миллилитров, 319 рублей, 490 рублей. Изначально стоит, я его никогда не покупала себе. Один раз покупала чисто по друге в подарок, не знаю как на самом деле, ничего сказать не могу. Увлажняющий крем для рук длительного действия сарника, 75 миллилитров, 199 рублей. Изначально 290. Кажется, мне он приходил тоже в подарок, и как-то я покупала ещё давно. Очень хороший, кстати, крем этот. Правда, другой флакончик, ну, другой дизайн был. Сейчас у них 60 лет марки и фраше. Вот такой вот крем. И последняя тату для ресниц секси объём. 10 миллилитров, 499 рублей. Изначальная цена 790. Мне она как-то давалась в подарок за заказ, в подарок за покупку, в подарок на день нождения. Я её стабильно кому-нибудь дарила. Все, кому я её дарила, все от неё в восторге. ТКНН дарила, она от неё в восторге. Женьке дарила, то ей тоже нравится. Короче, всем, кому дарила, там ещё просто знакомым девчонкам. Даже так иногда у меня бывала тушь, кто-нибудь ко мне приходил, я знаю, что... Практически все женского пола, кого я знаю, красятся тушью, пользуются тушью. Я спрашивала, ты тушью пользуешься? Хочешь тушь халявную? И обычно 99, короче, 100% и 100% говорили, что хочет. И, в общем, как-то... Так вот. Покупка у меня вышла... Каждый гелик по 169 рублей. Они подорожали. Потому что я помню, сначала они были по 149, потом по 159, стали по 169. 507 рублей. В итоге у меня 3 балла начислены. Действуют они до 30-го, 07-го следующего года. Но чтобы я что-то собрала, мне надо ещё 22 балла собрать. Потому что на 25 баллов можно что-то себе выбрать. За 350 рублей по цене. В общем, у нас тут 2 геля для душа одинаковых. Вообще 2 лимитки. И персик-анис. Персик-анис я очень хотела, но как-то это... Из одного персика-аниса делать заказ на сайте, надо ещё что-то выбирать. Но как-то, в общем, не набралось. А потом мне его, конечно, так никто и не задавил. Я как-то до Ярика всё не доезжала. Считаю, что, в общем, то, что я ездила в Ярик в конце и мая, и в начале июня, я же тупо была с автобуса на поезд, поезда на автобус. Вообще это не считаю, что я была в Ярике, потому что с вокзала на вокзал. Можно сказать, что я год с лишним не была. 13 месяцев я не была в этом самом... В Ярике. Ну и, соответственно, в Евраже тоже. И вот я тут вот решила, что почему бы и нет. Мне ещё открыли, дали понюхать, мне понравилось. Но я увидела Миньку, Миньки такие лежат, и девушка-консультант мне спросила. Так вот, типа, вот так и так. Есть ещё крупный вариант, там вот в загашнике про запас. И вот они уже не стоят на витрине. Они как-то у них в ящичке на этом Кирова. И, в общем, меня достали, открыли, я понюхала, мне понравился. Я решила взять. Я даже цену не спросила. Я думала, что он там 229 или как-то так, потому что какие-то цены стояли на эти гели. 229 или что в этом роде. Вкусно пахнет персиком. Но тут персик и анис. Этот сделан в России после вскрытия 12 месяцев. В общем, мне в течение 12 месяцев надо его делать. 200 миллилитров. Срок у него до января 22-го года. Я помню, у меня первый раз у них был вот этот Близир Натур персик. Мне молочко далили для тела, большое такое, 14 миллилитров. Гель для тела, для душа точнее. И из той же серии маленькая минька. Ну, не минька, это 20 миллилитров туалетная вода. Тоже персик был. Просто чисто персик. Вот оно пахнет именно этим персиком. И мне тогда этот аромат совершенно как-то чисто персика, ну, не очень нравился. Вот фрукт персик, да, а вот аромат какой-то, но не пошел. Это мое было первое знакомство с Ифра Шип. Мне лет 16, наверное, было. Это мамина подруга мне дарила. А тут как бы тот же самый аромат персика, но, видимо, все-таки там какая-то вот нотка этого аниса, потому что, ну, вот он не... Был бы чисто персик, он бы у меня не пошел. Вот я... Вы хорошо, когда были эти персики, просто я его бы сходила стороной как-то. Ну, вот само вот этот, ну, как бы, он хорошо пенился, то все, молочко, вот это шикарное все так и было, но вот аромат что-то у меня как-то... Нервотный рефлекс он не вызывал, но как-то он у меня не шел. Очень долго, я помню, у меня уделывалось это вода. Ну, вот с анисом оно очень хорошо. И вот я взяла сразу два. И если бы я не ткнулась на миньки, мне, соответственно, не предложили бы этот, я бы его не купила, я бы купила только два гелика. Я так увидела, и хап-хап. 169 рублей, мне что-то показалось, это такая смехотворная цена, это летние лимитки. И тут самое прикольное, тут по-русски написано то, что сделано во Франции, обычно там вот то, что во Франции сделано, там писалось на французском, или еще на каком-нибудь, и наклеечка была на русском. А тут у нас Майгрин Саммер. Французы. Петр Петрович Савин в гробу переворачивается от того, что вы, французы, пишете на английском. Ма, вэрт, эте, или как-то так. Ну уж не Майгрин Саммер, Майгрин Саммер. Парфюмированный гель для тела и волос. Я люблю у них гели для тела и волос. Парфюмированный, или просто гели для тела и волос, которые для ванной. В общем, это обе штуки, сделанные во Франции. Я купила сразу две, как я уже сказала. Они у нас до... Обе до февраля 22-го года. И дальше, значит, Made in France Как хорошо, что это Ифраше Восток импортер, а не розли то хрен не знаю. Где, кстати, где это разливалось у нас? Это у нас разливалось в Тосно. Я знаю, что еще... Это Московская область, еще под Питером. Во все волосы разливают, или где-то там. Не будем надеяться, что оно нормальное. То, что в России разливается, раз на раз не приходится. Хотя вот этот мицеллярный шампунь, он очень хороший. Хоть и розлет в России под присмотром Франции. В общем, вот... Сейчас скажу, чем оно пахнет. Цитрусами пахнет. Ну, тут я так поняла, что цитрусы и мята, или как-то так, сейчас узнаем, в общем. Да. Парфюмированный гель для тела и волос бла-бла-бла с ароматом свежих цитрусов и мяты, превращаясь в легкую воздушную пену. Парфюмированный гель нежно очищает кожу и волосы и дарит вам исключающийся аромат свежих, освежающих цитрусовых нот и свежего аккорда мяты. Тише, аж тебе уже два раза есть давала. Нанести на влажные волосы и кожу тела, помассируйте до появления пены, тщательно смойте, избегайте попадания в глаза, храните в недоступном для детей месте, только для наружного использования. И дальше у нас идёт на непонятном языке и ещё на каком-то непонятном, такой чуть ли не на финском. Во! Моноте оверт. Звёздочка. Идёт к этому, что Майгрин саммер, а потом Моноте оверт. Ну, я примерно так и произнесла, не совсем, но суть такая же. Я забыла уже, как там эти прилагательные, а после существительного ставить цели перед. Давно вообще французским не занималась как-то. Вообще давно. Всё-таки я желаю, простите, пожалуйста, кого-то ранит. Ну, сейчас уже где-то 11. Я подустала, в общем, вот я их. У меня там ещё на пару-тройку раз осталось шампуня этой самой Грин Мамы, вишенки. Да, вот у меня в этом в июне закончилось только одно пустая баночка, жидкое мыло, весна, но дарительница предложила мне перекинуть эту баночку на август, потому что ну чё одну баночку обозревать. В общем, вот такие у меня два гелика, я завтра всё-таки заюзаю. Один из них я взяла сразу про запаску, потому что хрен знает, ну, как бы я не так воспитана и не такой человек, чтобы там выпрашивать у кого-то подарки, да, мне удобнее самой купить, чем выклянчивать у кого-то там неизвестного, либо известного. не человека, что вот я вот это хочу, вот купи мне, подари мне, да. А когда я ещё в Ярик выберусь, неизвестно, но и, в общем, я решила сразу два себе взять. К тому же у них вот эти, они как бы и лимитки, и вот эти гели именно, что, не именно эти гели, а вообще гель для тела и волос у них в последнее время как-то редко идёт, и так вот попадается, чтобы там вот, я знаю, что у них маной есть этот, или что-то в этом роде, гель для волос и тела возвратился, вернулся, раньше в 2011 он был часто, а потом куда-то делся, пусть ему, не знаю, сколько лет прошло, потом вдруг снова вернулся в том же формате, он мне очень нравился и по аромату, и по консистенции, как он себя вёл, и волосы хорошо промывал, и тушку тоже, и я решила, что на парочку взять. Так что вот у меня тут, мне никаких пробников не дали, может быть потому, что карту я давно не юзала, потому что человек там рядом со мной покупала, тоже как бы по карте без всяких листовок, ей дали какой-то пробник там. Но с другой стороны, о чём мне этот пробник, там какой-то крем, у меня лежит какой-то крем пробника, ещё пара пробников духов, с каких-то там моих заказов и фрошес сайта. И вот я купила себе три гелика для душика. 600 миллилитров в общей сумме, хотя у меня ещё есть 500 миллилитров гелик для душа, они открыты от Эйвона, от Лёльки из Тюмени, один попробованный, другой тоже чуть-чуть попробованный, и ещё пол гелика для душа, флакончик, который 250 миллилитров половина этого флакона, 125 миллилитров, что-то такие экономичные они стали. Тоже Эйвоновский гелик, это гранатик грейдфрутик, грейдфрутик. Так что геликов у меня как бы приличненько. Но эти оба себе оставлю. По описанию он мне что-то, когда я увидела эти лимитки, там на мыло приходила и листовка, и так, я что-то показала, что вот, ну не то. А когда понюхала в магазине, мне так понравился аромат. Он такой вот вообще и густенький, и хорошенький. Надеюсь, и душики будут тоже себя хорошо вести. В общем, всем спасибо за просмотр, всем хороших покупок, в том числе вы фрошей, если вы фрошей еще ни разу не пробовали. И вы при этом парень, у них есть и бурская оленя. Если вы девушка, то тем более попробуйте. Всем пока!